ОООООООООООООООН Какая тяжелая работа официанта оказалась ГАААААААААА Так, все нормально, я опять держусь Теперь официант высказывает все, что думает ХАХАХА Всем привет, вы на канале Типа ТОП Меня зовут Дима И сегодня мы смотрим скетчи от Олежья Обухова Будни официанта Но перед просмотром обязательно подпишись Ведь у меня цель 100к на моем канале И забегай в мой Телеграм Там я всегда пишу, когда выйдет следующее видео Подписывайся и погнали Олежа Обухов? Ваш счет, пожалуйста. А, я забыл вас предупредить, вы же общий счет принесли. А нам надо на шестерых поделить, вот как каждый из нас заказывал, вот так и принесите. Переделайте, пожалуйста. Спасибо. Что, у вас нет свободных мест? К сожалению, нет. Совсем нет? Нет. Ни одного, что ли? Нет. И куда нам присесть? Официант, мы обратили внимание, что столик возле окна освободился, он для нас более привлекателен. Перенесите все наши сто-пятьсот тарелок туда. Котлетки у вас свежие, а то мы ребенку берем. Да, свежие. Фарш там хороший, без ешек, без схемозы, без канцерогенов, без консервантов, без глютена. Мы ребенку делаем заказ, нужно только натуральненькое. Да, все натуральное. Ну хорошо, и на гарнир ему картошку фри и колу запить. Горизновато местечко, протрите тут все. Салфетки замените, их могли трогать. И блюдо мое готовьте побыстрее. Вы сдачу хоть приносите? Да, конечно. Скажите, а правда, что вы официанты доедаете за нами? Нет, это вы. А молодой человек, возникла проблема. Ууу, я об этом не подумал. Ну какой шанс того, что тебе принесли реально приготовленное блюдо, а никто-то его не доел, и тебе его так украсили, положили, и ты его потом кушаешь, ничего не зная? Это опасное дело где-то питаться в каких-то заведениях. Какой шанс того, что тебе тарелку хорошо помыли, а? Или вилочку не уронили, а потом подняли, поплевали, вытерли и принесли? Демо, вот эту девушку вижу впервые, значит, познакомились в приложении, согласился на свидание, а сейчас она утверждает, что я должен оплатить счет. Согласился? Ты меня пригласил на свидание, ты по логике и платишь. Нет, смотри, пригласил, но ты выбирала заведение, значит, соответственно, ты берешь ответственность за финансовый вопрос. Ты произносишь, принесите мне счет, потому что я уже заснул тут. Короче, официант, решите как-то этот вопрос, потому что я уже не знаю. Я не ем суши вот этими палками, будьте добры, принесите столовые инструменты. Дайте мне просто воду. А с газом или без? Обычную, не минеральную. Постую газировку. У вас можно курить? Нет. А вот за тем дальним столиком, если? И там тоже нет. Ну хорошо, если я вот с посетителями договорюсь, я могу покурить? Ребенок не доел мороженое, можно нам с собой организовать? Официант, где наши дети? О, какая тяжелая работа официанта оказалась, да? Я в сотый раз говорил и говорю, что есть такие профессии, в которые мы даже не углублялись. Но вот Олежа максимально все про них знает. Кассиры супермаркетов, официанты, что дальше? Просто у меня такое чувство, что мне это говорят. Не ему, и это не постанова, а это реальность, и мне такое говорят. Готовы сделать заказ? Всегда готов. Тебя как зовут? Татьяна. Танюха, к тебе пришли мужчины С-класса, предложи что-нибудь, удиви. Что вы обычно предпочитаете из блюда? Тебя. Это не ко мне. Можно ко мне. Девушка, будьте добры, нам только по чашечке американо и зубочисток еще принесите. Ну, рассказывай давай. Девушка, чашечки можете уже забрать и со стола приберите. Что это? Будьте добры, нам по бокалу пива и трубочки к нему. Девушка, а вам ваш молодой человек разрешает официанткой работать? Разрешает. Как? Чего ваши суши в рот не влазят? Да блин! Тут еще такой плотный монтаж этого происходящего. Как оно действует на нервы, на это спокойно смотреть нельзя. А знаете, что задумался? Ведь я могу быть одним из тех, кто сидит за столиком. Можно узнать, что вы делаете после работы? Укладываю детей спать. Молодой человек, это блюдо выглядит не так, как на фото. У меня предчувствие, что и вкус у него тоже будет другой. Скажите повару, чтобы переделал на новое. А, стоп. Желаете что-нибудь сразу? Нет, нам надо повыбирать. Молодой человек, а где вы были? Но прошла только минута. А в наших глазах это было похоже на час. Прошу прощения. Такое отношение, знаете? Пожалуйста, стейк из лосося. Погоди, мы же договорились из говядины. Это ты сначала сказала, а потом? А потом ты что-то пробубнел? Я четко сказал лосось. Ты сейчас переворачиваешь, давай разбираться. Держимся, держимся. Как это столиков у вас нет? Я с ребенком должна стоять? Я же мать. Поспрашивайте, когда, кто уйдет, через сколько. Я должна знать. Нет, ну сидят, но вы уже все, давно доели, но не уходят. Поговорить вы и на улице сможете. Не смотрите на меня, два мужика. Детские слезы для вас. Нет сил терпеть. Это была последняя капля. Я же мать, это все. Это последняя капля. Ладно, я спокойно смотрю. Шутка, Стэвия, плачь уже. Мне, пожалуйста, колу без газа, но это для ребенка, поэтому подогрейте, пожалуйста. Официант, вот когда я был в Турции, ну это пятизвездочный отель, ну там все включено, вот это вот люкс, лакшери, там все по высшему уровню. Хорошо. Там был такой коктейль, подавали, значит, темного цвета, с пузырьками, льдом и трубочкой. У вас такого нет? А можно вопрос? Скажите, а у вас работает такая Татьяна? Таких у нас нет. Я к вам заглядывал в десятом году, она работала, хорошая девчонка. Знаете, куда она перевелась? Мне, пожалуйста, вот эту пиццу и будьте добры, можно, чтобы повар помидоры к ней отварил в синем ликюре бликюресал? Ну, мне кажется, будет экзотично смотреться помидоры голубого цвета на пиццу, разве нет? Дети, побегайте пока по залу, маме надо поговорить с тетей спокойно. Стевия, давай, кто быстрее до той стенки между столиками змей? Боже, девочку зовут Стевия. Вы знаете, что такое Стевия? Да, это заменитель шоколада. Стевия, побегай там, пока мама поговорит с тетей. Я сейчас ставлю на то, что она потом скажет, боже, где моя Стевия, где мой ребенок? Вы, официанты, не досмотрели. И-ка, бегом, побежали. Из алкоголя у нас только вино и пиво. Так, а абсцент есть? С какой стати у вас так много народу сегодня? Я не знаю. А кто это должен знать? Скажите, а мне можно есть вот этот тортик с коньячной пропиткой? Просто я за рулем. Желаете сделать заказ? Что-то какой-то вид у вас уставший, вы, наверное, устали. Ну что, все хорошо, готовы сделать заказ? Мне кажется, у вас даже взгляд, как у коалы. Как ты считаешь, куколка? Да, похоже на то. И вот даже посмотри, мне кажется, щечки у него сегодня опавшие. Скажите, у вас тут есть туалет? А, к сожалению, нет. Гости с*** в тот угол, а по-маленькому в окно. Официант, а это все ваши блюда в меню? Нет, конечно, мы же даем сразу сокращенное меню. Сейчас я вам принесу полное меню, там будет все, что мы от вас прячем. Супер, супер! Начинается этап катарсиса. Теперь официант высказывает все, что думает. А эта порция большая? 400 грамм. А сколько это? 400 раз по одному грамму. Здравствуйте, а есть у вас меня? Нет, гости заказывают наугад. Что-то вы сегодня совсем не веселый. Можно как-то повеселее быть? Хорошо, сейчас сделаем. Уху! Желаете ли сделать заказик? Это вы здесь официант? Нет, я какое-то чудо с разносами. Здравствуйте, я у вас хоть наемся. Мужик ху** тебя знает. Здравствуйте, а вы нас покормите? Да, б***ь, с ложечки. Официант, а где у вас тут умывальник? Прикинь, б***ь, в туалете. Да? Я сам ху** уел. Одно могу сказать, здесь над количеством запикиваний я постараюсь. Аккуратнее с гуляшом, болин, Сиаго. Да, я аккуратно. Поставьте рядом с моими аэрпотсами. Да, конечно. Я платок буча положу к сумку Луи, чтобы не мешал. Как скажете. А Apple Watch на столе полежит, пусть рука отдохнет. Коктейль есть сливочный, шоколадный и клубничный. Так, а банановый есть? Вопрос. Вы откуда мясо берете? Скажите, блюда у вас вообще вкусные? Да. Можно было подумать, что вы как-то по-другому ответите. А вот как вы поднос одной рукой держите? Ну куда уже будет наш шашлык? Вы там что, свинку поймать пытаетесь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А это мясо... Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это с автомата. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так, все нормально. Я опять держусь. Все хорошо. Да, мы же держимся. Мы стабильные, эмоциональные, эмоционально стабильные люди. Никто нас не проломит. Давайте. Вчера гавкала или мяукала? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Че не смеетесь? Чувства юмора вообще нет? Так, официант, посчитайте нас. А стоп, мы уже сами себя посчитали. Нас трое. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не-не-не, я еще держусь. Пью воду. О май гэрбл. О ВАУ. Эмэйзинг. Эвэсон. Это же рандомный комментарий. Это все, что я хотел сказать. Ой, у меня зрение плохое. Скажите вслух, сколько с нас рублей? Триста. Триста! Чем отличаются ром-кола и виски-кола? Тем, что в первом варианте смешан ром с колой, а во втором виски с колой. А по крепости чем? Одинаковые. А по вкусу? Разные. Почему? На чье имя бронировали столик? На свое. Откуда они знают? Ну скажите мне, пожалуйста. Вы компоненты в коктейле взболтаете, но не смешивайте. У вас вино хоть ваше или покупное? Официант, мне вот это вот блюдо, но это для ребенка, да? Понимаете? Чтоб самое свежее, да? Для ребенка, еще раз повторюсь. И повару передайте, да, что это готовится для ребенка, да? Чтоб самое хорошее, для ребенка. Вот когда прилетаешь на Бали, у них там среди стритфуда есть такие блюда... Ой, да откуда вам знать? Вы всего лишь официант. Молодой человек, а как насчет скидки постоянным клиентам? В нашем ресторане скидки не предусмотрены. Плохо работаете. Двойка вам сегодня. А из чего ваши сливки? Так, услуга караоке в вашей пиццерии есть? Но у меня ребенок просит, он не успокоится. А кальянщик у вас накуренный? У вас есть хорошее... Да, вот давайте сойдемся на одном. Кальянщик накуренный. Коша – благородное пиво. Стоп, давайте так. Принесите мне самое лучшее пиво. Такое, чтоб мне не стало стыдно за ваш вроде бы приличный ресторан. Хорошо, желаете что-нибудь? Самое дешевое. Да, чипсы, но только не с крабом. А че не с крабом, подождите? Я беру сметану, зелень, вот эта вот паприка стабильно. Напишите в комментариях, какие ваши любимые чипсы. И для моего ребенка котлеток. Ну, у нас японская кухня. Ну, то есть я, по-вашему, должна ребенка кормить сырой рыбой с рисом? Нормально у вас все? У нас нет в меню котлет. Боже мой, вам рассказать, как котлеты делаются. Какое у вас самое дешевое пиво? А акции на пиво есть какие-то? Расчет будет наличными или картой? Да. Ой, дайте мне что-нибудь. А есть у вас исландский хаукарль с соусом дзадзики? Ну, или хотя бы хруцпунгур молодого барашка? Нет. Что? У меня не хватает нервных клеток для того, чтобы переварить вообще всех этих покупателей. Поэтому я не знаю, как с этим справляются бедные официанты. Понятно. Что у вас тогда вообще есть? Вот эти урамаки вкусные? Ну, их довольно часто заказывают, да. Нет, я спросил, они вкусные? Я не люблю японскую кухню. Значит, они не вкусные. Были бы вкусные, вы бы их любили. Обедаете здесь либо с собой? Да. Из чего ваш молочный коктейль? Мы готовим из мороженого. Из мороженого? Чтоб у ребенка горло заболело? Ладно, давайте ваш коктейль, только подогрейте хорошенько. Вы зимой подаете холодное пиво? Мы согреться хотели, а не замерзнуть. Расскажите, какие у вас есть салаты? У нас выбор большой, вас интересует с мясом, либо полегче. Нет-нет, вы мне все расскажите с составами, а я выберу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Субтитры сделал DimaTorzok